МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Глазами ветерана в Русском музее фотографии открылась персональная выставка участника Великой Отечественной войны. Санкционированные граффити в центре города. Нижегородские энергетики вместе с уличными художниками расписали очередную трансформаторную подстанцию. Площадь Минина и Пожарского перекрыли почти на три месяца. Сегодня там начались подготовительные работы к фестивалю болельщиков FIFA 2018, который пройдет с 14 июня по 15 июля. Сейчас на месте будущие фан-зоны устанавливают специальные конструкции, которые останутся на площади до конца Чемпионата мира по футболу. Движение транспорта на участке около памятника Чкалово и Георгиевского съезда перекрыто до 1 августа. До этого времени автомобили, автобусы и маршрутки будут ездить по прилегающим улицам. Временная остановка появится у универсамы Нижегородский. Исключение составляют троллейбусы. Их маршрут сократят до площади свободы. Дорога у Дмитриевской башни Нижегородского Кремля останется свободной. На День России, 12 июня, уже будем использовать площадку для проведения культурно-массовых мероприятий. Это повлечет за собой определенные ограничения по движению. Но, естественно, что для жителей, так сказать, максимально будет возможность посещать площадь. Увидеть жизнь глазами ветерана Великой Отечественной войны могут нижегородцы на новой выставке в Русском музее фотографий. В честь 73-й годовщины Победы представлены снимки участника войны Виктора Бородина, который он сделал в период с 50-х по 80-е годы прошлого века. Ветеран участвовал в боях на Курской дуге и других сражениях. А фотография увлекся уже после войны. Первая профессиональная работа была опубликована в газете «Горьковская правда», а затем стали печатать и в центральных изданиях страны. Его фотографии хранятся в фондах Нижегородского музея. В его фотографиях мы можем наблюдать на выставке вот это вот трепетное чувство какой-то любви, нежности, человечности. Вот все буквально работы пропитаны этим. То есть живым каким-то чувством его портреты, они тоже полны жизни, наполненности какой-то эмоциональной, экспрессии. Очередную трансформаторную подстанцию в Нижнем Новгороде расписали уличные художники с подачи самих энергетиков. Последние предоставляют площадку, весь необходимый материал, чему несказанно рады граффитчики. Вместе работают за идею сделать облик города более ярким. Тему продолжит Вероника Кузьминова. Как эффективно бороться с вандалами, которые уродуют здания сомнительными рисунками или надписями? Ответ на этот вопрос знают нижегородские энергетики. Много лет они впустую тратили краску, чтобы скрывать незаконные рисунки на трансформаторных подстанциях, пока однажды не предложили мастерам граффити подружиться с ними. Оказалось, что в Нижнем Новгороде и Межгородской области практически нет легальных стен, на которых можно наносить граффити. Соответственно, спрос родил предложение. То есть мы предоставляем им краску, мы предоставляем им свободные мощности. Результат совместной работы радует глаз как самих энергетиков, так и жителей города. Серые здания подстанции теперь больше напоминают художественные полотна. Стены украшают герои мультфильмов и городские пейзажи. Каждая работа находится под защитой закона. У граффитистов есть определенный кодекс чести, что на нанесенный рисунок, именно художественный рисунок, не наносится. Ну, конечно, есть какой-то минимальный риск, но вот мы поняли, что с 2011 года мы, в общем-то, попали в точку. Сейчас мастер граффити работает над очередной композицией. Здесь уже прорисовывают сочертания Нижегородского Кремля. Чтобы картина была объемной и фактурной, художник наносит несколько слоев краски, каждый разного оттенка. Нижегородцы идею оценили, поэтому проект решили продолжить и в области. В шахуне мы изобразили на стене школы, там, 10 на 10 метров, там, с использованием, там, спецтехники, там, поднимали этих граффитистов, там, художников, изобразили там красивые виды шахуны, там, паровоз, там, вот у них там главный памятник как-то. Задумку нижегородцев на вооружении взяли в Калининграде и Перми. А пока наши художники продолжают раскрашивать город. Темы своих работ держат в секрете. Говорят, каждая красочная подстанция – это маленький сюрприз для Нижнего Новгорода. Вероника Кузьминова, Георгий Захаров, столица Нижней. Выгодно, вкусно, полезно. Традиционная акция, в рамках которой нижегородцы могут купить продукты к питанию, по максимально низким ценам стартовала в торговых рядах «Жарптица». Выгодные предложения в материале Екатерина Несимой. Торговые ряды «Жарптица» в мае снижают цены на самые популярные продукты. А чем они хороши, сейчас спросим у продавцов отдела «Выгодно, вкусно, полезно». В этом месяце у нас майонез по акции «Ногинский производитель», майонез «Гост» классической жирности, всем уже давно полюбился. Также у нас представлены макароны из твердых сортов пшеницы, группа А. Цена за килограмм 39 рублей. А теперь о самом интересном – ценах. В этом отделе их не зря называют социальными, ведь они доступны для любого кошелька. До конца мая покупатели могут приобрести макароны из твердых сортов пшеницы за 39 рублей, полтора литра кваса за 26 рублей, консервированную скумбрию за 39 рублей и майонез «Провансаль» также за 39 рублей. Я обычно прихожу в этот социальный остров, где продукты значительно дешевле, с качеством они такие же прекрасные, как, в общем-то, и везде. Мне очень нравится, я экономлю. Торговые ряды «Жар птицы» не перестают выполнять свою социальную миссию, предоставляя покупателям возможность большой экономии. Продукты по социальным ценам всегда можно найти в отделе под названием «Выгодно, вкусно, полезно». Екатерина Анисимова, Андрей Панов, столица Нижний. Это все новости к этому часу. Следите за развитием событий на нашем сайте stnmedia.ru. В студии работал Антон Ганин. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин